вечерняя москва приветствует вас с вами я татьяна сергеева это перекличка столиц а сегодня мы поговорим про дачи любимые дачи и ведь удивительно что слово дача само понятие появилось еще в начале 18 века и ввел это понятие пётр первый именно он раздавал вблизи петербурга некие земельные наделы чтобы там его ближайший круг строил какие-то временные может быть дома в течение времени это слово очень сильно прижилось в россии но сегодня конечно же дача это совсем не то что было лет 20-30 назад и сегодня все-таки дача это больше как загородный дом они место где выращивают картофель огурцы и помидоры хотя может быть я ошибаюсь и в россии действительно на этот счет разные мнения кому-то дача это всего лишь какое-то такое место где рабский труд приветствуется для кого-то это возможность побыть наедине с природой а вот как с этим обстоят дела в германии в турции и в китае мы узнаем совсем скоро и я предлагаю не ждать а уже отправиться на связи германии с нами юлия габерштейн психолог здравствуйте юлия здравствуйте татьяна здравствуйте начинается весенний уже летний практически сезон и конечно же всем хочется воздуха кислорода зелени может быть каких-то приусадебных хозяйств а вот что по этому поводу думают в германии и вообще германии понимают такое слово как дача да в германии тоже есть дачи они пользуются большой популярностью их количество очень ограничено и очень сложно получить вообще себе там место домик вот эту дачу получить в германии очень сложно люди стоят в очередях для того чтобы это получить этот домик отдачи тоже как дача или как-то вот как переводится с немецкого вот это понятие все-таки тут тоже много нюансов но но называется land house то есть это как дом на земле переводится если прям точно перевести вот но точно также используется точно также в принципе как в россии использовалась садя там в принципе люди берут для того чтобы отдыхать чтобы что-нибудь там посадить мы как правило конечно именно дачу люди берут те кто живут в многоэтажных домах у кого нет возможности использовать как-то свою землю да кто живет в частных домах конечно им не нужно но вот германии удивительно что очень многие люди живут в частных домах и все-таки это не специфика россии где два каких-то таких фундаментальных центра как москва и санкт-петербург там все-таки очень много экономических разных центров и жизнь германии она такая достаточно разнообразная в плане того что вот около дюссельдорфа там очень много есть поселений франкфурт там тоже очень кельн то есть все вот это вот и очень много деревушек частных домов как часто все-таки люди нуждаются вот в этой даче и из каких именно регионов пытаются уехать чтобы лето провести на земле да на даче в германии есть немножечко другие правила на даче то есть на даче нельзя ночевать на даче нельзя зимой там нельзя на ну как ходить будет какое-то время до находиться нельзя то есть дача это такое место куда можно прийти посидеть там вечером если там есть смотри ну как смотрящий так сказать кто-то кто несет ответственность за это за дачный поселок так сказать вот в любом случае даже если в германии вы правильно сказали очень много частного сектора много частных домов тем не менее все равно есть многоэтажки есть и там люди как правило это живут люди именно мигранты которые приехали они живут именно в многоэтажках и у них как раз есть вот эта потребность все-таки скучают по родине так сказать и вот эта дача это такой отголосок небольшой очень много именно людей кто приезжие именно мигранты бывшие например они используют дачу покупают эти дачи либо берут их в аренду дачу можно как купить так и взять в аренду в германии и китайцев очень много китайцы тоже берут дачи с удовольствием а вот это интересная ваша заметка по поводу того что на даче нельзя жить зимой туда не поедешь ночевать там тоже нельзя это как-то заложено в законодательстве есть определенные параметры к загородному дому где ты можешь пмж быть постоянно а есть определенная какая-то вот локация где могут нарезать участки и сколько как правило это соток или когда параметры участки все участки одинаковые то есть там нет больше или меньше это определенная территория земли которая выделяется под дачу и там можно поставить либо какой-то очень маленький домик он тоже ограничен в размерах либо можно поставить ну что-то да где там где границы будет инвентарь и где-то можно посидеть стол там стульчики вот такое то есть там нельзя поставить большой дом нельзя из дачи сделать какой-то загородный дом то есть это невозможно если система налогообложения будет ниже чем например и стоимость понятное дело будет участка ниже чем если бы покупать землю для полноценного дома но это разные это разные участки земли то есть например под дачу там выделяется определенное место но как правило находится на выезде из населенного пункта или на въезде и это небольшая территория которая она в принципе огорожена она отделяется от другой территории и ну то есть там нельзя так застраивать и нельзя но есть определенные параметры которые нужно обязательно учитывать я повторюсь есть люди кто несут за это ответственность это как общество понятно которое проверяет общество есть всегда руководитель этого общества который следит за правилами которые должны соблюдаться юля а вот удивительно почему нельзя там заночевать и кто это проверит ну например приехал ты летним ночевать там например один раз конечно можно там заночевать и молодежь как правило именно так делает а что если у кого-то есть дача идут туда там проходят вечеринки конечно там ночуют но нельзя ночевать несколько дней подряд например или там ну нельзя из этого сделать жилье скажем так а что будет будет штраф какая ответственность да 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 будет штраф то есть кто главный смотрит за этим дачным поселком за этим дачными участками у него есть обязательства он должен вызвать полицию и сообщить нарушение а можно там садовые деревья выращивать помидорчики огурчики это можно разрешено да то есть это можно можно теплицу поставить до теплицы ставить можно там ставят теплицы можно можно выращивать там все что угодно можно выращивать да по поводу деревьев там тоже есть определенные ограничения сколько деревьев можно посадить и где они должны стоять эти деревья там тоже это все нужно обговаривать А вот всё, что не деревья, например, если что-то посадить такое, то это можно посадить. Как интересно. Я в начале нашей передачи буквально зачитала такую историческую короткую справку по поводу того, откуда появилось слово «дача», что это для Руси, для России, для Российской империи. Это начало XVII века. И именно вот с такой целью, ну, наверное, скорее всего, и выдавались эти наделы земельные, чтобы временное строительство там организовывать. В России это всё уже давно переросло в нечто другое, смешалось с различными понятиями. Люди более пожилого поколения употребляют слово «дача», более молодого говорят «загородный дом» или «поехал на отдых». А вот в Германии это вот прям абсолютно исконно, как было в начале XVIII века практически. Это, кстати, удивительно, интересно. И действительно, дача, она сохранила вот такое настоящее понятие, которое сейчас уже, наверное, нет в России. Интересно, здорово. А у вас есть, Юлия, дача? Она вам нужна? У меня дом. У вас дом, поэтому дача не нужна. А в доме можно всё. В доме можно и тоже и выращивать правильно, и садовые деревья, и помидорчики, и огурчики. Да, в доме можно всё. На своём участке можно абсолютно всё делать, всё, что угодно. Ну, по крайней мере, там, где мы живём, у нас можно делать абсолютно всё. Интересно. Вот такая вот у нас сегодня информация про дачи, про любимые дачи из Германии. С нами была Юлия Гаверштейн. А я перехожу к следующему соотечественнику из другой страны. С нами на связи Турция Юлия Корчагена-Азджан, журналист. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Тема сегодня – любимые дачи. И дача в России уже совсем иное понятие. Каждый понимает это по-своему. Кто-то едет туда что-то сажать или ждёт какого-то осеннего уже урожая, а кто-то просто наслаждается круглогодично свежим воздухом, природой. А вот что такое дача в Турции? И есть ли вообще такое понятие? Да, есть такое понятие. Но здесь, скорее, это не дача, а вилла. Здесь, вот знаете, это такой больше немножко европейский вариант, когда здесь покупают участки, строят дома, чаще всего с бассейном. Могут там, правда, что-то выращивать. Это, знаете, такая смесь дачи. И виллы похожие на греческий вариант, похожие на вариант в том числе некоторых европейских стран. То есть это, скорее, всё-таки история про то, что люди туда приезжают в сезон, летом отдыхать. Это чаще всего какие-то двухэтажные, трёхэтажные дома у моря. По-хорошему с бассейном, со своим, со своей территорией. То есть это всё-таки вариант больше такого, более лакшери отдыха. Причём даже у самых простых людей. Потому что очень многие покупали эти места тогда, когда они ещё не были дорогими. Потому что кризис, падение лиры и так далее сильно очень вырастила цены. Но в целом вот эти вот места всё ещё сильно зависят от осваивания территории в Турции. То есть какая территория по-разному. То есть если территория только-только начинается. Вот, например, Анталия, условно, 15 лет назад и сейчас. Это там две разные вообще абсолютно территории. И по ценам, и по чекам, и по тому, какие люди там есть. И прочее, прочее. В Турции вот скорее вот эта вот территория дачи, да, выглядят... У них такое представление. То есть когда я покупаю территорию какую-то, я там на ней строю какой-то большой дом, какой-то бассейн. По-хорошему эта территория будет у моря. И это будет моя территория, где я буду там жить тогда, когда захочу, приезжают туда. А если я захочу, то я её ещё и продам. То есть это и инвестиционный бизнес очень хороший, и для себя в том числе это очень крутые вещи. Вот. Зрителям нашим на заметку, кто интересуется инвестициями, например, да, то можно вот так рассматривать, покупать то, что в ближайшей перспективе может подорожать и как раз-таки вкладываться не там, где уже цена выросла, а там, где приблизительно цена ещё пока только начинает расти. Это, конечно, здорово. Скажите, Юлия, а вот принято всё-таки отдыхать больше? Или же люди, или тоже зависит от поколения, выращивают? Отдыхать. Отдыхать. А вот для таких вот сельскохозяйственных моментов, чтобы что-то вырастить и на зиму у тебя был какой-то запас вообще, принято ли в Турции делать какие-то там, знаете, варенья, соленья? Да, делают ли или нет? О, да, о, да. Турки просто помешаны на вот этих вот органик, вот это всё, но это скорее у них не дача, а деревня. То есть у них есть понятие, у них разделяется понятие деревни и понятие дачи. То есть у них деревня тоже есть, дом попроще, то есть у них есть понятие прям такой деревни. Вот есть деревня, где дом попроще, где, соответственно, там растут какие-то сады, деревья, всё на свете. турки помешаны на всех вареницах, то есть здесь травы, варенье, они очень любят эти вещи, то есть у них вот это вот всё сельскохозяйственное всегда, то есть это очень принимается, ценится, и у них даже в каждом регионе страны, я помню, мы даже с вами делали как раз про кухню, про их Да, это национальная у нас была тема, национальная кухня. Да, 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 вот мы как раз там про это говорили, что вот у них везде каймак, какие-то варенья, какие-то джемы, какие-то вот такие вот истории, которые позволяют соответственно, они вот все привозят это из деревни, мед в том числе, это всё всегда довольно дорого стоит, вот у них есть понятие, это деревня, откуда всё это привозится и готовится, и у них есть отдельное понятие дачи, виллы, и оно не совмещается. Но в целом есть, конечно, люди, которые на вилле умудряются выращивать каких-то курочек, там что-то ещё, но это скорее для того, чтобы там вот, ну, в моменте что-то приготовить, и это вот такая вот особенность, да, когда турки могут что-то что-то там вот очень маленькое выращивать, либо какие-то помидоры, либо там какие-то там вот два куста персиков, там, да, или там вот два дерева персиков, или что-то ещё. Но сказать, чтобы так они специально что-то выращивали, то для этого скорее есть деревня, вот куда они приезжают летом, где смотрят специальные люди за всем этим, и вот там это они делают, на даче они скорее отдыхают. А деревня, вот это понятие деревня, а это у единиц, или у особо обеспеченного класса, или наоборот, у людей? У всех? Да, про турков даже говорят, ну, то есть когда вот, ну, турки говорят, откуда ты, они не говорят из города, они говорят из конкретной области, конкретной деревни. То есть это не по тому человеку, который родился, а вот именно по роду. То есть если там мой отец из вот этой его деревни, то он скажет, что вот я вот из этой его деревни. То есть я могу сказать, вот на примере, я очень часто их встречала, там и партнёров, и коллег, там и там по друзьям мужа могу сказать. Они никогда не говорят, я из Стамбула. Хотя я там всю жизнь прожил в Стамбуле, или там в Анталии. Он будет представляться той деревней, из которого его род. Интересный какой момент. То есть я там из какой-то там вот деревни. Ты здорово. Когда ты гордишься своей родословной, такой и знаешь её. Спасибо, Юлия. С нами была Юлия Корчагина-Азжан. Это была Турция. Мы двигаемся дальше. Встречаем Китай. С нами на связи Виктория Золотовская, преподаватель русского языка университета города Санья. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Татьяна. Мы сегодня говорим про любимые дачи в преддверии практически летнего сезона. И вот это понятие дачи интересно. Насколько понимают в Китае? И понимают ли вообще? Я вас тут сейчас чуть-чуть разочарую. Дачи в Китае нет. Есть загородные дома у очень обеспеченных людей. Но в нашем понимании, вот так как у нас, это практически у каждого человека есть, у каждой семьи есть дача, или у большинства, можно сказать, что есть дача. В Китае такого нет. Для китайцев это очень состоятельно на добычу иметь загородный дом, в который можно просто поехать отдыхать. Но в России ведь тоже нужно быть очень с таким достаточно обеспеченным человеком, чтобы иметь красивый загородный дом, где, конечно же, никакой картошечки не растет. А вот дача как раз-таки в понятии, у многих это такой рабский, адский труд, куда ты должен прижать летом, тратить свое свободное время. И даже если есть комары и какая-то мошкара, все равно тебя это не остановит, ты выращиваешь урожай. И многие именно так дачу понимают. В Китае этого понятия нет. В Китае есть понятие загородный дом. И чтобы купить участок, вот если честно, сколько это стоит? Есть ли какие-то вообще рамки или нет? Здесь нет предела совершенства. Я думаю, что рамок нет. Я, честно говоря, специально не проверяла стоимость загородных домов, потому что в Китае и национальная недвижимость, они отличаются от региона к региону, очень разные. И зависит от того, где этот дом будет расположен. Но в целом я знаю, что такие дома более популярны на юге, нежели на севере. И в основном, если, например, брать аренду, то снять можно вполне, и это даже доступно. То есть это на наши российские рубли, где примерно, может быть, 65-70 тысяч рублей в месяц можно снять хороший, красивый загородный дом и жить. Это, кстати, очень даже такая демократичная цена, если можно за такую ситуацию снять. Ну, это я опять ориентируюсь, конечно, на Москву, потому что в Москве цены совершенно другие, и на дома в том числе. А вот где выращивают фруктовые, может быть, какие-то растения, или же какие-то там, не знаю, элементарные овощи, или такое вообще не принято в Китае, этим занимаются в промышленных масштабах, и все покупают? Китайцы очень любят, на самом деле, выращивать что-то свое, и это зависит от региона тоже, где живут, конечно, и от места. То есть если есть возможность, то всегда стараются что-то выращивать, даже на балконе. Например, старшие, особенно поколения, они прям любят посадить что-нибудь такое красивенькое, вкусненькое, они выращивают цветочки, любят там, или какие-нибудь фрукты выращивать, есть такое. Ну и если человек живет в деревне, то, соответственно, да, там будет страх чем больше, чем лучше. В деревне понятно, деревня это и есть деревня, там люди в основном только этим и занимаются. А вот что касается городской жизни, может быть, больше построек с какими-то мини-террасами, может быть, какие-то маленькие садики делают, и популярно ли это? Вот в Москве, даже несмотря на то, что очень много холодного периода, очень мало солнца, для людей очень многих, я вот когда разговариваю так с друзьями, между собой, мечтают, ой, я бы так хотел квартиру с террасой, потому что это такое нечто вот такое неимоверно красивое и замечательно, когда ты можешь этот уголок природы создать у себя где-нибудь на 28 этаже. В Китае это принято, я так вкусно рассказала, что сама захотела квартиру с террасой. Да, я тоже бы хотела. Да, есть такой, и здесь даже на крышах часто выращивают какие-то вот, если, допустим, есть такой дом жилой и есть пространство на крыше, то люди, которые живут на последнем этаже или с выходом, даже есть такие квартиры с выходом на крышу, там они обязательно будут что-то разводить, всегда. Можно прямо идти по городу и видеть вот такие вот деревья на крышах, какие-то, кустики, очень много. Здесь любят такое. А вот каково это, когда живешь, например, в Шанхае или в каком-то мегаполисе, крупном очень городе, а имеешь красивый загородный домик в городе, например, Санья с видом на море. Это вообще только очень избранные могут себе позволить или такое понятное стремление среднего класса? Ну, стремятся-то все, да, хотят. Очень многие хотят дом в Санья именно и здесь очень активно покупаются недвижимости, и квартиры, и дома, но в основном люди покупают для того, чтобы приехать иногда отдохнуть, а в другую часть года сдавать, потому что здесь высокий сезон, ценные недвижимости тоже прыгают сразу вверх. И как бы да, хочется, конечно, но позволить себе могут далеко не все по достаточно дороге. Спасибо большое, Виктория. С нами была Виктория Золотовская, преподаватель русского языка в университете города Санья, Китай. И сегодня мы говорили про любимые дачи о том, как вообще дачи воспринимаются в Германии, Турции, Китае, и, конечно же, в России. В России сегодня многие мечтают, особенно в Москве, о том, что будет какая-то замечательная, ну, дача, не дача, а вот что-то загородное, не помешало бы нам всем, где мы можем наслаждаться природой, общаться с непосредственно прямыми лучами солнца и жить в более экологической обстановке. А вот Китаю следует уже позавидовать и поучиться. Может быть и нам в Москве применить эти новые технологии по как раз-таки очистке воздуха. Ну что ж, дорогие друзья, это была Перекличка Столец. С вами была я, Татьяна Сергеева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова